Место действия Москва. К нам обратилась Анна, молодая женщина, многодетная мама. Она одна воспитывает четверых детей. Живет вместе со своим отцом и сестрой Екатериной. Екатерина тоже мать-одиночка. У нее детей трое. Итого 10 человек. Все прописаны и живут в одном из домов по улице Олега Дундича в коммунальной квартире. Точнее, всего в одной комнате этой квартиры. Квартира изначально маме досталась. Она главная квартира-съемщик. Получается, две многодетные семьи у меня. Четверо детей, у сестры трое. Наша съемочная группа приехала в гости к семье Коренных днем. Отец молодых женщин на работе, большая часть детей в школе и детском саду. Дома первоклассница Эвелина и четырехмесячный Кирилл. Но даже когда не все в сборе, кажется тесновато. Комната, где живет большая семья, невелика. На стенах многочисленные детские фотографии. Шкаф с вещами до потолка, двухъярусная кровать, диван, детская кроватка. Можно представить, как приходится устраиваться здесь каждый вечер на ночь. У стены небольшой матрас. Кладя на пол его и подушку, спит отец двух молодых женщин. Проходим на маленькую кухню. Только здесь можно разместиться у стола и поговорить. Сестры Анна и Екатерина подтверждают очевидное. Жить в таких условиях с семерыми детьми на двоих непросто. Моя средняя дочь живет с бабушкой пока что, потому что нам негде спать, вот реально негде. Майя, она переезжает обратно ко мне. И я не знаю, как мы здесь расположимся. Вот это наш рабочий стол. Вот здесь у нас хранятся тетрадки и все остальное. И то соседка отдала, потому что хранить негде. Кушаем по очереди, по пару. Там двое взрослых сели, потом еще и вот так вот и уроки делаем по очереди. Как писал Булгаков, квартирный вопрос испортил москвичей. Эту фразу не стоит относить к жильцам этой коммуналки. А вот для того, чтобы охарактеризовать демографическую ситуацию в Москве, да и в стране в целом, она подходит. Много ли наберется сейчас многодетных матерей? Не первый год на уровне государства говорится о необходимости увеличивать население, рожать детей. Вводятся меры поддержки для многодетных. Далеко не каждая семья готова откликнуться на такой призыв. Но если многодетных не будет, то что будет со страной? Крупнейший наш социолог Антон Круг подсчитал, чтобы сохранить количество народу на уровне 145 миллионов до конца века, в котором мы живем, 21-й, то нужно, чтобы все семьи родили бы по восьмому. То есть вернулись к той цифре, которая была сто лет назад. А так поезд уже ушел. У нас сейчас 1,76 детей. То есть это говорит, что идет стабильный уголь, как будто идет большая война. Если к 2025 году не будет 17% семей с 9 детьми, мы не вылезем. 17% с 9 мы можем пересчитать, там процентов 25 должно быть 6, ну и так далее. То есть мы понимаем, что это задача стратегического государственного значения, вообще стратегического значения обороноспособности страны. Получается, и Анна, и Екатерина оказались теми, кто не просто поверил в необходимость поднимать демографию, но и на деле этим занялся. Начнем с Анны. Ей только должно исполниться 30. Детей у Анны четверо. Не исключает пополнение в своей большой семье. Сейчас не работает, сократили. Раньше работала в гипермаркете, до этого в детском саду, по образованию, швея. С детства мечтала, что у нее обязательно будет много детей. Первого ребеночка я вот забеременела, очень хотела. Это не просто, вот как говорят, по залету туда-сюда. Я мечтала. И вот забеременела, я безумно плакала. Я это помню отчасти. Был очень приятный момент. Рано родила и сестра Анны, Екатерина. Многие юные девушки, забеременев, боятся сказать родителям. Порой этот страх толкает на поступки, которых уже не исправить. Екатерина тоже была напугана, но свой выбор сделала. Я сразу решила, что я рожу, потому что у меня отрицательная группа крови. Я боялась, что я потом не смогу родить. А потом я родила вот через 12 лет вторую дочь, потому что я долго не решалась. И вот следом сыночка еще. Беременность Екатерина первое время скрывала от родителей, но те новость восприняли с радостью. Сейчас мамы девушек уже нет в живых, а вот отец помогает во всем. Папе очень большое спасибо, только папа платит корплату. Ему огромное спасибо, поэтому, когда мы ругаемся, я молчу. Я признаю его помощь. Он очень любит своих внуков. Он правда их очень любит, потому что, не знаю, он их очень балует. Это мне очень не нравится, потому что он покупает им все, что они хотят. Есть люди, которые считают. Существует определенная категория женщин, рожающих ради льгот и пособий. Анна и Екатерина получают пособия на детей, но это не те средства, которые могут сыграть решающую роль. Жильем у них серьезная проблема. Эта семья подтверждает мнение специалистов. Многодетными становятся те, кто действительно хочет рожать и воспитывать детей. Дело тут не в деньгах. Важным является именно внутренний настрой мамы, внутренний настрой женщины. И многие хотят много детей. Понимаете, многие хотят. Вот мы проводили опрос среди старшеклассников. Вот давайте подумаем, что происходит с ними. 68% старшеклассников, мальчиков и девочек ответили, что они хотят многодетной семьи. 68% многодетных хотят стать. Делали эксперимент такой в роддоме. Каждый пришедший на аборт, все говорили, что нет средств. Средств нет проблем. Что тебе нужно? Жилье мы тебе даем в квартиру. Что тебе нужно? Приданное для ребенка мы тебе все купим. Тебе не нужно его кормить, мы его прокормим. Что ты хочешь? Когда будешь 7 лет, вот называй пальцем школу, мы тебе туда устроим, даже сплатно. Что ты хочешь? Родили. Только каждое десятое. Одни, остальные прикончили ребеночка. Что вы думаете? Ни одна не пришла за помощью материально. Оказалось, что это все, вот это, так называемое, безденежное, это просто одня морка. Получается, Анна и Екатерина с нужным настроем. Детей хотели, о других вариантах речи не шло. Детей родили, не ради чего-то, а скорее вопреки своей жилищной ситуации. Но пока все живут в коммуналке, и помимо материнских забот, женщинам добавляется еще и бытовых. Дом старый, и с каждым годом проблем только больше. Во-первых, наступит конкретно, вот если обратить внимание, у нас просто текло вот так вот стеной. Везде сыпется, у всех все падает, мы же писали тоже. Так почему эта семья не может получить помощь в жилищном вопросе? Анна и Екатерина пытаются доказать свои права на нее не первый год. Наша съемочная группа приехала сюда с юристом. Документов для изучения несколько папок. Запросы, отказы, повторные запросы, списки бумаг, которые надо предоставить. По инстанциям чаще ходит Анна, Екатерине с коляской делать это сложнее. Многочисленные справки переходят от одного ведомства к другому, но дело с места пока не двигается. Я пришла, когда я родила четвертого ребенка, я пошла к нам в управу, в Филевский парк. Я была, к примеру, 365-й по очереди, на что я продвинулась всего на 4 человека. И она мне прямо ее словами скажет, вы можете идти домой и спать спокойно. Редакция обращается за уточнением ситуации в правительство Москвы. Столичный департамент городского имущества подтверждает, на жилищном учете семья не состоит. Наш юрист консультирует многодетных мам. Вместе обсуждают, что нужно сделать, чтобы не встретить очередной отказ. Анна и Екатерина, и, конечно, их дети, получают возможность все же попасть в долгожданную очередь и воспользоваться положенной помощью. Значит, сделан важный шаг к главной мечте многодетных мам. Я так хочу свою квартиру, кто бы знал, бы не представлять. Хотя бы, чтобы у детей, у большой дочери, которая тоже хочет свою комнату, чтобы она смогла спокойно заниматься, а не вот так вот сидеть реально за этим столом, когда никогда нет места нигде. Но ситуация, в которой оказались сестры, явно не уникальна. По данным социологических исследований, 74% многодетных семей считают, что нуждаются в улучшении условий проживания, а оставшиеся 26% убеждены, что расширение жилплощади им крайне необходимо, причем чем скорее, тем лучше. Нельзя сказать, что власти вопрос поддержки многодетных не решают. Целый комплекс мер существует, и о необходимости уделять особое внимание демографической проблеме не раз говорилось на самом высшем уровне. Нужно перезагрузить нашу политику демографического развития. Что касается рождаемости, то на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка. Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям. А это как раз, как правило, семьи и с небольшими доходами. Это ведь молодые люди, которые либо еще учатся, либо только вступили в трудовую деятельность. Доходы очень скромные, как правило. И это часто сдерживает рождение первого ребенка, появление первенца. Пока же еще существует ряд направлений, которые требуют доработки. Порой даже хорошие, нужные и важные законодательные инициативы буксуют на этапе реализации. Материнский капитал – прекрасно, но многие матери указывали на необходимость расширения возможностей его использования. Получение земельного участка – хороший проект, но порой родители оказываются ошеломлены, узнав, в какой доли находится предлагаемый им на дел. Законодательно закреплены права многодетных семей в получении земли на построение дома или получение денежной компенсации, если у регионов есть трудности в обеспечении удобными для многодетных семей участками. Даже еще в большинстве случаев земли мало, уже кроме особенно городов, миллионников и более крупных мегаполисов. И в этой связи предоставляют земли не самые лучшие. Еще одно направление, над которым сейчас работают – приведение в относительно единый вид самих терминов. Ведь даже понятие «многодетная семья» в разных регионах разное. Меняется и сумма выплат, в столице больше, в провинции меньше и нормы жилой площади. Оно понятно, бюджеты у регионов тоже не одинаковы. Выходы пробуют найти – один из вариантов привлечения бизнеса. В России всегда это было заведено – помогать многодетным. Я сама жила в маленьком городке. Я помню, мой отец был председателем уличного комитета. И когда были талоны на масло, помните, мы сидели и с семьей отец говорил нам – достаточно. Вот отдадим этой семье или бабушкам, потому что им нужны. Культура и общая атмосфера доброты, конечно, в России требует того, чтобы мы еще раз показывали и рассказывали о лучшем опыте. Говорили спасибо тем, кто откликается. Но что же делать сейчас многодетным семьям, которые хотят улучшить жилищные условия? Оказывается, вариантов несколько. Законодатель предлагает вам два пути развития событий. С одной стороны, вы можете оформить договор социального найма и тем самым улучшить свое жилищное состояние, свое жилищное положение. И вам государство предоставит квартиру на правах социального найма. Либо обратиться за так называемым жилищным сертификатом для самостоятельного приобретения того или иного недвижимого имущества, квартиры, жилого дома и так далее. Социальное жилье могут получить только матери, доказавшие, что они относятся к категории малоимущих. Статус незавидный, да и его еще получи на бумаге. Документов требуется собрать прилично, не выйти за нормативы по квадратным метрам и доходам. Если все же вышли, можно претендовать на другой вариант. Если семья понимает, что способна с помощью своих собственных средств приобрести какое-то жилье, которое также будет удовлетворять критериям по квадратным метрам, по возможности зарегистрировать в нем детей и так далее, в таком случае подается заявление с просьбой предоставить субсидию, размер которой может достигать 90% от стоимости жилья. То есть вы находите некоторые варианты, которые вы готовы приобрести, и вам государство, удовлетворив ваше заявление, предоставляет сертификат с суммой покрытия до 90% стоимости того объекта, на который вы претендуете. Жилищный вопрос иногда не исчерпывается просто разговором о квадратных метрах. Порой это только верхушка айсберга, имя которому – демографическая проблема. Меры поддержки на государственном уровне существуют. Это и материнский капитал, и введенная с начала 2018 года выплата на первого ребенка, и комплекс проектов, входящих в программу «Десятилетие детства». Но всегда ли делается все возможное на местах для реализации этой поддержки? Кто-то понимает позицию женщин, становящихся многодетными мамами, кто-то – нет. Но именно от тех, кто решается на большую семью, зависит, по большому счету, судьба целой страны. А от решения квартирного вопроса отдельно взятой семьи зависит судьба семерых детей, которые должны в нормальных условиях спать, есть, играть, учить уроки. Мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации и говорить о результатах нашей работы. Работы, которую мы ведем совместно с вами, нашими зрителями из десятков городов. Звоните, сообщайте о проблемах, и вместе мы найдем выход. Звони. Решим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин